Трагедия в школе в Казани На место прибыли силовики. Они организовали оцепление. Школьников, педагогов и сотрудников гимназии эвакуировали в находящийся поблизости детский сад. Злоумышленника задержали. Стрелком оказался 19-летний Ильнас Галявеев. Выпускник этой же гимназии. В данный момент студент 4-го курса университета в Казани. Накануне он создал телеграм-канал, где оставил несколько постов, в которых поделился планами массового убийства. На место трагедии прибыл президент Татарстана. Как сообщил Рустам Миниханов, у устроившего стрельбу было официально зарегистрированное оружие. Террорист арестован. 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили. Идет следственное действие. Ранее же СМИ после задержания нападавшего сообщали, что в школе находится его сообщник. Он якобы удерживал заложников и был ликвидирован. Однако позже в МБД опровергли эту информацию. Как подчеркнули ведомстве, нападавший действовал в одиночку. Я сидела дома. У меня ребенок в первом классе учится. Я собирала за ним пойти в школу. И я услышала в этот момент взрыв. Я выдала на балкон первый этаж. Там летели окна. Я побежала сразу в школу. Побежала к главному уходу. Меня не пустили. Я побежала в обратку. Потому что начали выводить везде и оттуда, и отсюда. Потом начала подтягиваться вся эта техника. Точка прибежала и рассказала, что стреляли. Взрыв был. Из школы их отпустили домой. Отпустили. Они были в столовой, кушали. И их через кухню домой отправили. По последним данным, в результате трагедии погибли 8 человек. Семеро школьников и преподаватель. В больнице города доставили два десятка раненых, включая 18 детей. Несколько пациентов находятся в реанимации. По словам врачей, запасы донорской крови есть. Лекарств хватает. В данный момент, вместо происшествия доставлено 18 детишек. Шестеро в крайне тяжелом состоянии. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Очень выраженные кровопотери. Но делается все необходимое, все возможное. То есть все медикаменты есть. С переливанием крови, переливанием компонентов тоже все в достаточном количестве. Помощь оказывается в полном объеме медицинская. По поручению президента Татарстана, семьи погибших и пострадавших при стрельбе в школе получат выплаты. Следственным комитетом возбуждено дело о массовом убийстве. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. О том, что еще предприняли в Москве, поговорим с нашим собственным корреспондентом Даной Нуржан. Она сейчас находится у полномочного представительства Татарстана в российской столице. Дана, здравствуйте. Как на трагедию отреагировали в Москве? Здравствуйте, Асема. Мы находимся у представительства Татарстана в Москве. Люди сюда уже несут цветы, вынесли книгу о соболезновании. Вообще официальная Москва отреагировала на эту трагедию молниеносно. По поручению президента России в Казань вылетели министры здравоохранения и просвещения и борт МЧС с врачами и психологами. Данное резонансное дело привело к инициативам по изменению российского законодательства. Речь идет об ужесточении правил оборота оружия. Прозвучали ли еще какие-то заявления? Да, помимо того, что президент России поручил срочно проработать вопрос ужесточения оборота гражданского оружия, несколько инициатив выдвинули и общественники. Так, например, это запретить СМИ упоминать имена стрелков, которые устраивают стрельбы в школах. По их мнению, подростки делают это, чтобы прославиться, и такая мера, такой запрет может стать профилактикой стрельб в школах. Сенаторы предложили усилить контроль за содержанием компьютерных игр. По их мнению, героизация насилия, которая в них содержится, может приводить вот к таким трагедиям. Общественная палата и вовсе заявила, что эта трагедия, это подтверждение необходимости борьбы с анонимностью в интернете, в социальных сетях. Такое заявление связано с тем, что, по некоторой информации, у казанского стрелка был телеграм-канал, где он открыто публиковал свой план действий. Так что в ближайшем будущем россиян, по всей видимости, ждет ряд ужесточений в законодательной сфере, в сфере контроля над интернетом. Дана, спасибо. Как на трагедию в Казани отреагировали в Москве, рассказала моя коллега Дана Нуржан. Я добавлю, в связи с трагедией 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В столице республики ввели режим контртеррористической операции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова